Уважаемые коллеги, добрый день. Мы продолжаем нашу конференцию. Мы подошли к завершающей сетке симпозиумов. Я напомню, что в этом симпозиуме будет проходить доклад симпозиума, целый симпозиум и серия докладов, посвященных ковид-19 в зале Санкт-Петербург, общие вопросы, вопросы гастроэнтерологии и, наконец, в зале Пермь, вопросы нефрологии в повседневной практике. Каждый может выбрать зал, которому будет интересно. Я хочу остановиться на зале Москва, потому что ковид-19 красной строчкой проходит через всю эту конференцию. Мы не имеем права сегодня на фоне измененной медицины отбросить тему ковид-19 и не говорить о ней. В ходе сессии вопрос-ответ я получил более 40 вопросов, посвященных ковид-19. На некоторые я не успел ответить, но я очень надеюсь, что ответы на них прозвучат сейчас. Почему это так важно? Потому что там, где мы говорили о поражении органов-мишеней, мы говорили, как ковид меняет организм. Здесь мы поговорим о вопросах лечения и вопросах реабилитации этих пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции. Я попрошу всех спикеров соблюдать регламент, потому что мы ограничены по времени, у нас очень много докладов. Но я хочу особо отметить и поблагодарить всех, кто работает и продолжает работать в красной зоне. Все спикеры, которые вы видите сегодня на докладе, на этом симпозиуме, все либо работали, либо продолжают работать и консультировать в красной зоне, то есть работают с коронавирусными пациентами, инфицированными SARS-CoV-2. Я позволю себе перейти к теме своего выступления. Я хочу затронуть две ключевые стратегии. Сейчас я попрошу вывести на экран мою презентацию. Я хочу затронуть две принципиальные стратегии ведения этого больного. На сегодняшний день ковид-19 получил с моей точки зрения два вектора. Антикоагулянтный вектор и вектор противовоспалительный. Если мы попытаемся представить, как развивается каскад болезни, когда человек инфицируется, то вирус проникает в ткань, начинает сцепляться с экзопептидазой АПФ-2, и это приводит к неименуемым изменениям. Это приводит к росту ангиотензина-2 и к снижению концентрации ангиотензина-7. Это приводит к неименуемым изменениям, которые красной демаркационной линией отделяют то, что произошло до, от момента развития воспалительного каскада. И вот этот воспалительный каскад начинает менять ситуацию. Этот воспалительный каскад начинает менять то, что будет происходить с больным. Мы видим растущую, прогрессирующую дисфункцию эндотелия. Мы видим, что у этого пациента прогрессирует падение синтеза оксида азота и СНП, который синтезируется, это натриоретический пептид, который синтезируется в сосудистой стенке. Мы видим, что у этого пациента происходит рост концентрации фактора фон Вилебранда и запускается второй вектор – тромботический или коагуляционный. Да, здесь мы применяем и низкомолекулярные гепарины, здесь мы используем тактику в особых случаях нефракционированных, и здесь мы задаемся вопросом о применении ПОАК. Но мы должны очень четко понимать, что два вектора связаны одной линией – воспалительный и коагуляционный каскад. Я попытаюсь затронуть эти темы на основании тех данных российской популяции, которые у нас есть. Давайте начнем с антикоагуляционной стратегии. Первый вопрос, который у нас звучит – на что мы опираемся, оценивая тяжесть пациента? В какой-то степени чаще всего мы опираемся именно на данные КТ и ЦРБ? Почему? И температурной реакции тоже. Потому что мы знаем, что КТ выполняется в 90% случаев хотя бы один раз нашим пациентам. Если мы посмотрим всю российскую выборку на основании регистра активков, он докладывался вчера, то мы видим распределение пациентов по степеням тяжести КТ. КТ-2, КТ-3, КТ-4. Почему нам надо знать КТ, когда мы пытаемся принять решение о выборе антикоагуляционной стратегии? Мы понимаем, что амбулаторная ветвь – это более легкие пациенты, госпитальная, всегда более тяжелая. Но усредненная выборка выглядит именно так. Нам важно задаться вопросом, хотим ли мы сохранить ПУАК пациенту, неважно с фибрилляцией предсердия, которая его получает. Почему нам важно сохранить ПУАК, неважно, какой прямой оральный антикоагулянт получал пациент. Потому что если мы посмотрим на распределение пациентов и антикоагулянтов по скоростям клубочкой фильтрации, то в зоне выше 30 проблем нет. Но как только мы уходим ниже 30 мл в минуту, у нас три типа антикоагуляционной стратегии. Либо ривороксабан, либо апексабан, либо нефракционированный гепарин. При СКФ ниже 30 назначать НМГ нельзя, а это проблема. И ниже 15 только нефракционированный гепарин. Почему это важно? Потому что огромное число больных, особенно реанимационных, перенесут острое почечное повреждение. ОПП обрушит СКФ ниже 30, и у нас будет невозможно, если больной не ушел на заместительную почечную терапию, нам будет невозможно применять ему привычные дозы. Мы должны понимать, что если у больного низкая степень КТ, и мы видим это на этом слайде, КТ 1, 2, и он по поводу своей фибрилляции получал прямой оральные антикоагулянты, мы можем их оставить. КТ 3, ухудшение, всегда переход на низкомолекулярные гепарины. Как должна выглядеть стратегия? Мы задаемся вопросом, принимает ли ПУАК, мы задаемся вопросом степень КТ. Если КТ 3 нет, если мы продолжаем ПУАК, то есть КТ 1, 2, если КТ 3 да, или ВЧКТ 4, или у больного, больной не принимал ПУАК, у него нет фибрилляции претердий, то мы начинаем низкомолекулярные гепарины при СКФ выше 30 и обязательно в лечебных дозах. При СКФ ниже 30 это нефракционированные гепарины, и здесь инфузия предпочтительнее, чем болюсная, тем более подкожное введение, потому что это неэффективно. При тромбоцитах ниже 25, при активном кровотечении мы не начинаем эту стратегию, и здесь мы ориентируемся преимущественно на возможное потенциальное использование фондопаринукса натрия, но это обсуждается отдельно. Мы должны понимать, что назначение гепарином низкомолекулярных, нефракционированных, оральных антикоагулянтов приведет неминуемо к снижению додимера, как к снижению проявления, наверное, характеризующего риски тромботических осложнений. Такой. Можем ли мы утверждать, что подобная антикоагулянтная стратегия снизит вероятность и цитокинового шторма, то есть воспаления? К сожалению, не можем. Мы понимаем четко, что не произойдет этого снижения наоборот. Чаще антикоагулянты идут в группе более тяжелых пациентов. Такой вопрос сегодня звучал. А более легким не назначается. Из-за этого мы видим перекос. Такие пациенты, у них чаще развивается цитокиновый шторм. Антикоагулянты нужны всем. Перейдем к воспалительному вектору развития ситуации. Что мы знаем здесь? Здесь мы четко понимаем, что у цитокинового шторма есть предпосылки, и мы попытались его оценить в рамках регистра активков. Что мы увидели? Мы увидели, что у лиц старше 60 лет нет достоверных предпосылок, а вот у лиц младше 60 лет коморбидность является достоверной предпосылкой к развитию цитокинового шторма. Чем больше сопутствующих заболеваний ожирения, хроническая болезнь почки, ибо ишемическая болезнь сердца, гипертония, диабет и так далее, тем выше вероятность цитокинового шторма у тех, кто моложе 60 лет. И здесь надо понимать, коморбидный молодой больной всегда повышен риск. Что из препаратов? Я не хочу погружаться в эту тему глубоко, потому что следующий доклад как раз и будет посвящен ревматологической группе препаратов, возможно, будут затронуты глюкокортикостероиды. Я хочу показать данные, которые мы имеем. Первый вопрос, который звучит, а статины как противовоспалительный препарат влияют на вероятность развития цитокинового шторма? Цитокинового шторма? Нет. А вот на вероятность снижения цириактивного белка? Да, влияют. Мы должны понимать, что статины будут снижать эту вероятность. Мы также должны понимать, что внутривенное введение глюкокортикостероидов, ревматологических препаратов, особенно глюкокортикостероидов, значимо сильнее, чем ревматологическая группа, снижает уровень цириактивного белка, таким образом, косвенно препятствуя развитию цитокинового шторма. Миокардит, как одно из проявлений цитокинового шторма, требует особого внимания. Почему? Потому что миокардит – это не только острое повреждение миокарда, которое мы можем увидеть у этих больных. Мы должны понимать, что если при этом происходит рост кардиоферментов, у больного резко ухудшается прогноз. У него развивается рост КФК, МБКФК, тропонина, у этого больного начинаются пробежки и нарушения ритма, больной имеет все шансы на острое коронарное повреждение. Но помимо этого есть обострение фоновых заболеваний на фоне гипоксии и без сомнения есть и проблема кардиотоксичности некоторых препаратов, того же гидроксихорохина, который до сих пор применяется. Если мы зададимся вопросом, статины снижают вероятность миокардита? Ответ, к сожалению, нет. Статины снижают риск цитокинового шторма, но непосредственно на миокардит на выборке в полторы тысячи пациентов на территории Евразии влияния не оказали. Острое почечное повреждение рассматривается как самостоятельное событие, но и как проявление цитокинового шторма. Если мы смотрим на него с этой точки зрения, я напомню цифры. До 7% всей популяции ковидных больных перенесут ОПП, 30% в стационаре, соответственно, 30% варит. И мы еще знаем, что 5% потребует заместительной почечной терапии. Здесь мы понимаем, что применение противовосходительных схем приведет. Приведет ли оно к снижению выраженности острого почечного повреждения? Нет, наоборот. Мы видим четкую зависимость. Более тяжелая группа с более агрессивным подходом получают гормоны, и у таких больных чаще развивается ОПП. Но давайте читать этот текст и эту статистику правильно. Не гормоны и ревматологические препараты увеличивают шансы на ОПП. А более тяжелые пациенты получают эту терапию, и у них чаще развивается ОПП. Поэтому говорить о том, что просто назначив гормоны, мы исключаем вероятность статокинового шторма, тоже, к сожалению, нельзя. Внутривенная противовоспалительная стратегия. Ведет ли она к сокращению пребывания в стационаре? Тоже нет. Такие больные более тяжелые дольше находятся в стационаре. Применение этой стратегии приведет к снижению Д-димера. Да, приведет, и мы хорошо знаем, что здесь с точностью, с очень высокой точностью и достоверностью наоборот. Ревматологическая группа препаратов приведет к более выраженному снижению Д-димера, чем это сделают стероиды и глюкокортикостероиды. То есть Д-димер начинает рассматриваться как еще один компонент воспаления не только тромботического риска, но и воспалительно-тромботический компонент. Ну и наконец, тоцелезумаб и солерумаб, которые вводятся этим больным, вводятся часто как терапия отчаяния, что на самом деле некорректно. Это надо делать гораздо раньше. Снижает ли он вероятность исхода больного в смерть или ВЛ? Нет. Потому что слишком часто это происходит, поздно. И та статистика, которая у нас есть, показывает, что позднее введение, наоборот, не спасет больного. Мы должны понимать, что это введение необходимо делать максимально рано. Если мы используем такую тактику на более ранних этапах, не когда ЦРБ-250, а когда ЦРБ еще в районе 30-40-50 начал расти, вот тогда надо начинать подобную противовоспалительную стратегию, а не когда уже стало слишком поздно. В завершение хочу сказать, что все умершие пациенты имели выраженнейшие воспалительные изменения и по уровню цирреактивного белка, и по уровню Д-димера, и с выраженной лимфопенией. Высокая вирусная активность, две стратегии. Коагуляция, мы нашли, что делать. По поводу противовоспалительной стратегии я с огромным удовольствием на открытых на самом деле вопросах, потому что мы не знаем, у нас нет опыта очень широкого применения, не везде это делается. У нас нет опыта последствия цитокинового шторма и поражения легких. Это те вопросы, на которые мы ответим сегодня в симпозиуме. И для ответа на первый вопрос касательно ингибиторов Янус Кеназ, касательно блокаторов интерлекина-6 и возможно внутривенного и возможно использования глюкокортикостероидов, я с огромным удовольствием передаю слово и попрошу готовить для подключения следующего докладчика. Это Сергей Кенцаримович Зырянов, это клинический фармаколог, работающий в красной, консультирующий в красной зоне, имеющий огромный опыт ведения подобных пациентов. Мы должны понимать, что если в вопросах коагуляции мы нашли какой-то консенсус, то в вопросах противовоспалительной стратегии на сих пор осталось много в спорных моментах. Мы должны понимать, что ответы на эти вопросы помогут не просто как-то продлить жизнь с пациента, но помогут абортировать цитокиновый шторм и повысить не только жизнь, но и качество. Потому что просто перенесенное ОПП, просто перенесенный миокардит никогда не останутся без последствий. Сергей Кенцаримович, передаю вам слово. Спасибо, Александр Григорьевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема, которую мне сейчас предстоит обсудить, на самом деле действительно сложна для интерпретации, потому что как бы это не горько осознавать, к сожалению, к большому мы до сих пор не очень много знаем в отношении тактики ведения пациентов с COVID-19. И Александр Григорьевич тоже уже об этом сказал. Мы уже имеем некие представления о патогенезе. Мы понимаем, что вирус COVID-19 – это тот вирус, который поражает, дисрегулирует хранино-ангиотензин, алидостероновую систему. Мы явно получаем эндотериальную дисфункцию, воспалительный процесс, склонность к тромбообразованию. Мы понимаем, что у нас ангибируется синтез интерферона, получает гиперреактивность, врожденный иммунитет и по целому ряду причин развивается синдром высвобождения цитокинов, так называемый цитокиновый, что это мы более или менее понимаем. Исходя из современного представления о патогенезе, кажется, что воздействие на отдельные звенья патогенеза вполне обоснованно, но в частности, например, очень привлекательно попытаться воздействовать на джаки, попытаться воздействовать на янус киназа, на те самые внутриклеточные мессенджеры, при участии которых происходит синтез множества цитокинов, при участии которых происходит активация натуральных киллеров, которые также значительную роль играют в цитокиновом шторме. Знание о гиперактивности, о чрезмерном повышении содержания и активности интерлекина провоспалительных, в частности, интерлекина шестого, конечно, просто требует привлечения, соответственно, назначения препаратов, которые обладают анти-ИЛ-6 активностью. С точки зрения патогенеза все понятно. Что на практике? Только практика, критерии истины, а практика на самом деле, коллеги на сегодняшний день, не очень подтверждает наши научные догадки. Конечно, все те научные гипотезы, которые, собственно, логичные были высказаны, они стали исследоваться и обобщаться в хорошо организованных клинических исследованиях, и все молекулы, которые, в принципе, могли бы оказать эффект, либо изучались, либо изучаются в рамках достаточно грамотно организованных клинических исследованиях. Первая группа препаратов, в отношении которых мне хотелось бы оставить свои комментарии, это ингибиторы Янурский НАСП, да, две молекулы, барицетениб и опоцетениб. На сегодняшний день в отношении барицетениба мы имеем только одно завершенное исследование, в которое было включено 12 пациентов, коллеги, обращаю ваше внимание, на ту популяцию, которая изучалась. Препаратом сравнение было лапинавир, ятенавир, ну и, собственно, ни рандомизации, ни последовательности назначения не было. У меня в 12 пациентах показало некую результативность применения барицетениба, но при этом столь выраженных эффектов, которые мы проглядали в отношении применения этого препарата, не было, более того, не изучалась применение эффективности в отношении твердых конечных точек. В настоящее время идет набор достаточно больших исследований, посвященные изучению эффективности барицетениба у пациентов со среди тяжелой и тяжелой степени тяжести. COVID-19, но они до сих пор не завершены, и, кроме того, запланирован еще целый ряд работ, которые будут посвящены оценке эффективности применения барицетениба. Таким образом, на сегодняшний день четких клинических данных в отношении эффективности использования барицетениба у пациентов с COVID-19 нет, а потому его рутинное использование не в рамках клинических исследований не может быть рекомендовано в абсолютном масштабе, в абсолютной популяции всех пациентов. Мы можем рассматривать применение этой молекулы в качестве дополнительной терапии при, как уже справедливо было сказано, конечно, необходимо это делать при средне-тяжелых формах пациентов, имеющих риски неблагоприятного прогноза, пациентов с 60 лет, пациентов с сопутствующими заболеваниями. Режим назначения, в общем, достаточно конечный. В отношении тофоцетениба даже такой уверенности нет, и даже те предположения, которые существовали, они, в общем, на сегодняшний день абсолютно не подтверждаются, потому что клиническое исследование, которое было завершено досрочно, на самом деле очень огорчило, в связи с тем, что результаты, которые были получены, не подтвердили гипотезу о возможном эффекте применения тофоцетениба при лечении COVID-19. Тем не менее, целый ряд научных программ планируется в настоящее время, разрабатывается, и, возможно, мы получим более детальное представление, мы сформируем более детальное представление о применении тофоцетениба в лечении COVID-19. На сегодняшний день доказательств нет. В отношении тоц или зума, ингибитор или интерлейкина-6, это, конечно, очень привлекательная группа препаратов, поскольку мы знаем, что, собственно, гиперактивность этого цитатина как раз и сопровождается теми крайне выраженными, неблагоприятными событиями, которые завершают жизненный путь пациентов с тяжелой формой COVID-19. И тоц или зума из анти-ИЛ-6 препаратов, он наиболее изученный. На сайте клиника Украинского, мы специально недавно изучали этот вопрос, и нашли 44 проекта, посвященных изучению эффективности и безопасности тоц или зума, но только 4 из них завершены. И, коллеги, хочу сразу отговориться. К сожалению, к большому, результаты завершенных исследований совершенно не радуют, потому что 3 проекта были прекращены досрочно в связи с тем, что невозможно было доказать эффективность применения тоц или зума в сравнении с другими противовоспалительными препаратами, в частности, конечно, в качестве препарата сравнения в целом ряде работ использовался в таком метадоле. Не было показано преимущество тоц или зума в получаемых эффектах. Только сегодня в таком широком доступе появилось очередное исследование, посвященное изучению эффективности тоц или зума в пациентах со средне-тяжелым течением COVID-19. Это очень важно. Вот то, о чем говорил Александр Григорьевич. Это как раз тот вопрос, который требует дополнительного изучения. Использование анти-Л6 препаратов не при окончании течения заболевания, не в самый разгар цитокинулого шторма, а для профилактики. Наши коллеги попытались это сделать. 234 пациента были вполне удачно рандомизированы слепым способом и были распределены на две группы. Те, кто получал и те, кто не получал. К сожалению, к большому. И думаю, что не надо очень много комментировать. То, что было получено, мы с вами видим, кривые и выживаемости, и необходимости кислородной поддержки, и кривые клинического улучшения или ухудшения. Посмотрите, они практически между двумя группами не расходятся. Говорит, конечно, на сравнении практически одинаковые эффективности применяемых лекарств. Тем не менее, на сегодняшний день тот целезумаб продолжает изучаться и продолжает занимать свое особенное место в клинических рекомендациях, в том числе и клинических рекомендациях целого ряда регуляторных агентств, включенных он и во временные методические рекомендации Минздрава, в том числе в версию 8.1, которая была выпущена совсем недавно, 1 октября 2020 года. Ну и в отношении Сырелумаба здесь ситуация совсем, к сожалению, плачевная, потому что компания-производитель этого препарата завершила досрочно двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование, потому что не достигло оно своей ни первичной, конечной точки, ни ключевой, вторичной точки, заключавшейся в целом ряде знаменательных ключевых параметров. И на сегодняшний день Сырелумаб производителям не... Можем ли мы сделать какие-то выводы в отношении анти-Л6 препаратов и ингибиторов? Боюсь, что выводы делать рано. Безусловно, и ингибиторы, и анти-Л6 препараты должны изучаться дополнительно, и только более детальное, более пристальное изучение всех свойств этих препаратов позволит нам сделать окончательный вывод. Александр Григорьевич. Сергей Кенцаримович, огромное спасибо за ваш доклад. Когда мы дойдем до сессии вопроса и ответа, я попрошу вас прокомментировать еще один препарат, который активно также начал сейчас применяться противовоспалительной стратегии. Это Левилимаб, который очень активно сейчас используется. Также хотелось бы услышать ваше мнение по поводу него. И я полностью согласен с вами, что мы нуждаемся в дальнейших исследованиях. И я также вынужден сказать, что у нас нет никакой возможности не использовать эти препараты, потому что очень часто они применяются не только как терапия отчаяния, но и как просто какое-то активное желание помочь этим пациентам. В нашей клинике накоплен очень богатый опыт применения этих препаратов. И да, действительно, вы правы, мы иногда видим пациентов, ухудшающихся с ЦРБ-0 после многократного введения тоцелезумаба. Но все же некая положительная динамика, хотя, конечно, я не могу спорить с данными рандомизированных клинических исследований. Частный опыт всегда уступает этим данным, но с позиции частного опыта все-таки кажется, что есть некоторые улучшения, есть некоторые улучшения прогноза для этих пациентов. А я передаю с огромным уважением слово Марии Викторовне. Мария Викторовна пульмонолог, также работающая в красной зоне. И Мария Викторовна поделится опытом поражения, не просто поражения легких. Мы знаем, что поражение может быть очень большим, и Мария Викторовна выступала с этим сообщением на предыдущем симпозиуме, но в том числе и вопросами реабилитации этих пациентов, потому что иногда они лежат неделями в больнице и никак не могут раздышаться и обойтись без кислородной поддержки. Мария Викторовна, передаю вам слово. Звук? Звук? Сейчас слышно? Да, супер. Спасибо большое. Прошу прощения. Я всё-таки немного повторюсь ещё раз, хотя уже говорила о поражении органов дыхания. На сегодняшний день, да, мы все уже знаем, что вирус проникает в клетку с помощью рецептора кангютензин, превращающего в фермент У2, и этих клеток, которые содержат этот рецептор в большом количестве, находятся эти клетки, да, в лёгких, в альвеолоцитах, поэтому, конечно, начинают повреждать вирус сначала верхние отделы дыхательных путей, а потом непосредственно проникает в лёгочную ткань. И мы видим повреждения лёгких и называем это, в общем-то, вирусной пневмонией, вирусным повреждением, когда развивается, в общем-то, каскад воспалительных реакций, повреждая клетки, вирус вызывается выброс провоспалительных цитокинов, которые привлекают в зону воспаления другие клетки, которые участвуют в воспалительном процессе, моноциты, макрофаги, Т-лимфоциты, да, и таким образом замыкается вот такая провоспалительная петля обратной связи, и мы видим, в общем-то, уже не только вирусное поражение, но и непосредственно поражение лёгочной ткани вследствие выработки большого количества этих цитокинов и химокинов. Но если у человека здоровый иммунный ответ, то, в общем-то, эта ситуация не заходит так далеко, да, и он выздоравливает, а вот если иммунный ответ дефектный или человек имеет усиленную вирусную нагрузку, то, в общем-то, происходит накопление этих иммунных клеток в лёгких, гиперпродукции провоспалительных цитокинов и повреждается инфраструктура лёгочной ткани, развивается острый респираторный дистресс-синдром. Да, мы знаем на сегодняшний день, что у пациентов имеется и полиорганное поражение, и непосредственное проникновение вируса в другие органы и поражение этих органов, дабы там тоже есть рецепторы, да, и он может поражать эти клетки, плюс уже развитие системного воспаления, и мы получаем полиорганное повреждение у пациентов с COVID-19, поэтому, конечно, вопросы реабилитации должны затрагивать не только органы дыхания, но и восстановление других органов и систем. Если мы посмотрим непосредственно на изменения в лёгких, да, то мы видим на макропрепарате лёгкие плотные, безвоздушные, с участками от электазов, с большим количеством обширных кровоизлияний, геморрагических инфарктов, с большим количеством обтурирующих тромбов в ветвях лёгочной артерии и венах, на микропрепаратах, на гистологическом изучении материала видно чётко диффузное альвеолярное повреждение в лёгких, и обе фазы там могут присутствовать, и эксудативно, и пролиферативно, и это будет характеризоваться наличием и внутри альвеолярного отёка, и что характерно для COVID-19, это наличие альвеолярно-геморрагического синдрома, и как раз, как сказал Александр Григорьевич, в лёгких мы видим все вот эти два каскада, и когуляционный, и воспалительный каскад, и в пролиферативной фазе, в общем-то, уже появляется активность и фибробластов, и фибропластических процессов в лёгочной ткани. Те изменения, которые мы видим на компьютерной томографии томографии органов грудной клетки у этих пациентов на сегодняшний день нам известны. Это множественное уплотнение лёгочной ткани по типу матового стекла, это как раз характеризует именно альвеолярный отёк. Мы можем увидеть зоны консолидации лёгочной ткани и такой симптом, как булыжная мостовая. Как правило, эти изменения располагаются либо субплеврально, периферически и перебронхиально. И, конечно, у ряда пациентов мы понимаем, что помимо признаков вот этой вирусной пневмонии, этого вирусного повреждения на разных стадиях, может быть, на эксудативной или на пролиферативной, выявляется ещё и бактериальная и грибковая пневмония. Если мы посмотрим на пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, у них достаточно долго сохраняются симптомы заболевания. Вот в одной из исследований, где на 60-й день проанализировали пациентов от начала заболевания. Посмотрите, более 55% пациентов имеют 2 или 3 симптома. Усталость, одышка, боли в суставах, боли в грудной клетке и кашель. Конечно, инфекция тяжёлая, сложная, и, конечно, таким пациентам нужна реабилитация. И мы с вами знаем, что реабилитация – это комплекс мероприятий, которые направлены на восстановление нарушенных в результате болезни функций. И учитывая вот такой достаточно большой масштабный объём поражения полиорганного и не только лёгких, конечно, подходы к реабилитации должны включать и восстановление лёгочной функции и нормализацию работы сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, почек. Реабилитация должна включать и восстановление когнитивных функций и повышение общей физической выносливости, и, конечно же, преодоление стресса и депрессии у этих пациентов. Задачи перед нами ставят реабилитации как краткосрочные, когда мы должны уже начать её в отделениях, в стационарах, когда в задачи входят стабилизация заболевания, обеспечение контроля над симптомами заболевания, восстановление оптимального физического и психологического состояния. То есть это необходимо для возвращения пациента к привычному образу жизни. И долгосрочные задачи должны перед нами, конечно же, стоять. Это выявление и устранение факторов риска, стабилизация и, самое главное, предотвращение прогрессирования даже нисколько заболеваний острого, а именно хронических заболеваний, которые дестабилизируются или приобретаются у пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Если мы посмотрим, каким принципам мы должны следовать при проведении медицинской реабилитации, конечно же, в первую очередь мы должны оценить показания и противопоказания, и самое главное – оценить реабилитационный потенциал наших пациентов. Конечно, в реабилитации важен всё-таки индивидуальный подход и выбор метода режима интенсивности реабилитации должны быть индивидуально подобраны. Реабилитация должна начинаться рано, после стабилизации клинического состояния пациентов. Постепенно должны возрастать объёмы и интенсивность нагрузок. Они должны быть строго дозированы, иметь определённую этапность и, конечно, должна быть преемственность между этапами. У нас есть клинические рекомендации, которые посвящены реабилитации пациентов с новой коронавирусной инфекцией. И выделяются три этапа реабилитации. И первый уже должен начинаться в отделениях реанимации интенсивной терапии либо в терапевтических отделениях. И если мы говорим уже о реанимации, то, конечно, обязательно нутритивная поддержка, респираторная реабилитация, постдуральная коррекция, ранняя мобилизация пациентов, циклический велокинез уже должны проводиться с самыми тяжёлыми пациентами после стабилизации их состояния. На втором этапе реабилитация должна осуществляться в отделениях медицинской реабилитации. И третий этап – это этап уже амбулаторный, который может проводиться в амбулаторных отделениях реабилитационных центров, в поликлиниках, по месту жительства, в санаториях и, возможно, дома. И даже дома нужно с помощью телемедицинских технологий. Если посмотрим, какие методы предлагаются медицинской реабилитации, я не буду подробно останавливаться, у нас всё-таки есть рекомендации, мы всегда можем с вами туда заглянуть, но в реабилитации пациентов мы можем использовать и должны использовать дыхательную гимнастику, лечебные физкультуры, должны у этих пациентов присутствовать тренировки с сопротивлением, с отягощением. То есть мы должны у этих пациентов восстанавливать мышечную силу, выносливость, улучшать переносимость физических нагрузок, дозированная ходьба должна использоваться, у ряда пациентов может использоваться небулазерная терапия, мануальная терапия, физиотерапевтические процедуры и, конечно, мероприятие по психологической коррекции. Если мы непосредственно говорим о легочной реабилитации, то, конечно, задачами её являются улучшение вентиляционной функции лёгких, газообмена. Мы должны стараться уменьшить выраженность симптомов, улучшить качество жизни пациентов и социально их тоже адаптировать. В общем-то, легочная реабилитация в большей степени и в первую очередь включает именно лечебную физкультуру и дыхательную гимнастику. И вот Всемирная организация здравоохранения, например, создала с участием большого количества стран, и наша страна тоже принимала участие в разработке этих рекомендаций для пациентов. Эта рекомендация прям такая методичка для пациентов, для самостоятельной реабилитации после болезни, в которой описаны инструкции, что пациенту делать, если с ним происходит то или иное ухудшение состояния, там одышка, например, и какими упражнениями они могут делать, выполнять дома в своей привычной обстановке. Ну и если мы посмотрим на эффективность реабилитации, то, в общем-то, действительно она дает свои результаты. Вот здесь вот исследование по шестинедельной легочной реабилитации, и мы видим, что у пациентов, которые прошли шестинедельную легочную реабилитацию, улучшаются показатели легочной функции, и мы видим, что, в общем-то, пациенты, которые прошли реабилитацию, у них лучше показатели объема форсированного выдоха за первую секунду, у них лучше показатели форсированной жизненной емкости легких. На втором графике мы видим, как значительно отличается диффузионная способность легких. Те пациенты, которые не проходили легочную реабилитацию, это вот сиреневые линии, мы видим, как у них снижена диффузионная способность, и она, в общем-то, за шесть недель не увеличивается, и зеленая линия – это те пациенты, которые прошли легочную реабилитацию, и посмотрите, как значительно увеличилась их диффузионная способность легких. И третий график, где тест шестиминутной ходьбой оценивался у пациентов, мы видим, группа контроля, в общем-то, показатели не улучшаются, а те пациенты, которые прошли эту шестинедельную легочную реабилитацию, мы видим, что действительно улучшаются показатели по тесту с шестиминутной ходьбой, то есть у них улучшается переносимость физических нагрузок. Поэтому, завершая, резюмируя доклад, говоря о поражении легких, мы понимаем, что это вирусное поражение, которое характеризуется диффузным альвеолярным повреждением. Часто это сочетается с альвеолярно-геморрагическим синдромом. У ряда пациентов может отмечаться присоединение бактериальной пневмонии. И, конечно, комплексная медицинская реабилитация должна быть у этих пациентов обязательной. Не только легочная, а подход должен быть со стороны и других органов систем. Ну и легочная реабилитация уже показывает, действительно, что пациенты более эффективно восстанавливаются. И, конечно, мы должны применять эту легочную реабилитацию и вообще всю комплексную медицинскую реабилитацию при восстановлении пациентов наших. Спасибо. Марина Викторовна, огромное спасибо за доклад о реабилитации, потому что мы действительно сегодня получаем очень много вопросов о том, что делать после выписки, как реабилитировать. Я еще раз хочу подчеркнуть важность дыхательной гимнастики. Именно то, о чем говорила Марина Викторовна, это обязательный компонент восстановления этих пациентов, даже если заболевание протекало в не очень тяжелой форме. И мы охватываем в наших исследованиях, мы сегодня будем еще говорить о реабилитации чуть позже, но мы охватываем в наших исследованиях целый комплекс событий, антикогулянтная, воспалительная стратегия, и не так много времени уделяем формированию иммунного ответа. Мы знаем, каждый из нас, из тех, кто нас слушает, знает огромное количество людей, которые перенесли инфекцию. У всех разный уровень и GG и GM. В нашем регистре актив-ХОФ мы увидели, что чем выше коморбидность, тем ниже ответ позиции иммуноглобулинов М. А что с иммуноглобулинами G? У нас в регистре на 1500 пациентах первой выборке не получено достоверных результатов, поэтому я с огромным интересом передаю слово Валерию Валерьевичу, который должен ответить на вопрос. Структура выявляемости и GG в разных возрастных группах – это то, что нам надо знать, потому что это тот иммунитет, с которым нам потом предстоит работать. И я с огромным интересом передаю слово Валерию Валерьевичу. Вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представлю вам результаты нашего исследования, проведенного на базе лаборатории клинической иммунологии Института Склифосовского. Структура выявляемости иммуноглобулинов, ксарского зла в разных возрастных группах. Вспышка заболеваний с COVID-19 напрямую или же опосредованно, я думаю, затронула каждого человека в мире. Количество зараженных людей лишь в России превышает на вчерашний день более миллиона ста тысяч человек. Во многих городах нашей страны снова начали вводить режим самоизоляции, по всему миру затруднены все виды перевозок, а каждый из стран продолжает бороться с этой коронавирусной инфекцией. Естественной защитой от инфекции является популяционный иммунитет, который может быть оценен по уровню специфических иммуноглобулинов класса G. И так, с 7 мая 2020 года в городе Москве было организовано массовое тестирование жителей на наличие антител к вирусу сарского 2. В частности, в лаборатории клинической иммунологии и научно-исследовательского института Стрепостовского. В лабораторию нашу поступали сыворотки крови пациентов с различных медицинских организаций, таких как поликлиники, то есть мы видим, что с поликлиник поступило более 55 тысяч образцов, с диагностических медицинских центров 13 197 образцов, также со станции скорой помощи, с городских клинических больниц, и помимо этого еще с частных медицинских организаций, количество которых можно увидеть на слайде. В общем счете, всего было протестировано 142 183 пробы на наличие антител класса M и антител класса G. Тестирование проб проходило с помощью иммунохимии и люминесцентного анализа. Вкратце напомню суть метода. На первом шаге в реакционную кювету добавляется сыворотка крови пациента и также парамагнитные частицы, на которых иммобилизированы антигены к вирусу SARS-CoV-2. Если же вот в исследуемом образце у нас находятся антитела, то у нас будет образовываться комплекс антиген-антитела, и в последующем этот комплекс будет фиксироваться при помощи магнита в реакционной кювете, и все остальное будет отмываться. На втором шаге у нас добавляются античеловеческие моноклональные антитела, на которых иммобилизирован фермент щелочная фосфатаза, и в последующем образуется комплекс уже антиген-антитела-антитела. На третьем шаге в реакционную кювету будет добавляться субстрат, и с помощью фермента щелочной фосфатазы мы будем детектировать иммунохимилюминесцентную реакцию. В последующем мы интерпретируем ее уже в конкретные цифры для врачей-клиницистов. Итак, проанализировав 142 183 пробы образцов пациентов, мы получили следующий результат. Сейчас скажу вкратце по общей выявляемости антитела. Можно сказать, что треть пациентов всех следуемых проб, а именно 33% контактировали с вирусом SARS-CoV-2. Кроме того, выявляемость антитела составляла IgM 10%, IgG 12% и IgM и IgG сочетаны 11%. Далее мы разделили всех пациентов по возрастным группам, воспользовавшись классификацией Всемирной организации здравоохранения, и определили, что основной возрастной поток пациентов у нас составляет группа пациентов от 26 до 44 лет. Количество пациентов вы видите на слайде. А также группа от 45 до 60 лет тоже имела большое количество. Тем не менее, в остальных группах также наблюдается достаточное количество исследуемых пациентов, что дает нам возможность сделать определенный вывод. Наименьшим количеством пациентов обладала группа старше 90 лет и количество составляло 243. Итак, рост смертности. Мы все знаем, что с увеличением возраста у нас увеличивается процент смертности у пациентов. Это навело нас на мысль. Может быть, есть какая-то некая разница в приобретенном популяционном иммунитете в зависимости от возраста. После чего мы решили разделить все возрастные группы на три уровня антител. Низкотетражные – это от 10 до 30 единиц на миллилитр. Среднекетражные – от 30 до 80 единиц на миллилитр. И высокотетражные – более 80 единиц на миллилитр. В результате чего мы обнаружили, что с увеличением возраста у нас наблюдается снижение как низкотетражных антител, так и среднекетражных. Однако при этом значительно наблюдается увеличение титра иммуноглобулинов GXR2. Чем выше возраст, тем больше титр. На основании этого мы пришли к выводам, что у лиц до 25 лет выявляется преимущество иммуноглобулинов G с низким и средним уровнем титров. С возрастом же нарастает иммуноглобулинов G. И у пожилого и старческого возраста выявляется иммуноглобулинов G, преимущественно высокого тита. То, что мы видим по результатам текущего исследования, наводит нас на мысль, что если антитела есть, но люди все равно умирают с высоким процентом вероятности, не является ли это, допустим, последствием антител зависимого усиления. Сейчас очень набирает оборот эти исследования. То есть есть уже несколько публикаций касательно того, имеет ли прямая зависимость антител зависимого усиления и смерть, допустим. Или пока что это не совсем точно можно доказать. Кроме того, может быть, это связано с тем, что молодое, скажем так, население обладает более активной формой клеточного иммунитета. В текущий момент мы продолжаем изучать состояние иммунной системы пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, так как вопросов появляется все больше и больше, но ответы мы все равно получим. К концу своего доклада я хотел бы выразить благодарность Гаткову Михаилу Андреевичу и Бажену Алексею Ивановичу за помощь в организации и выполнении исследований. Коллеги, я желаю вам и вашим близким только здоровья, совместными усилиями мы обязательно победим КАЛИК-19. Валерий Валерьевич, огромное спасибо за это доброе пожелание. Могу только к нему присоединиться. Согласен, что у нас больше вопросов. Я видел пожилых пациентов с титром ИДЖИ-ДЖИ больше 300, чего никогда не видел более молодой группы пациентов. И действительно, существует ряд вопросов, даже существуют пугающие вопросы, а не является ли антитело проводником вируса в какой-то степени, как это было в печальной истории в Южной Америке. Такие вопросы действительно звучат, но пока это требует, у нас нет ответа, и это требует дальнейшего исследования. Пока готовится следующий спикер, я скажу, что мы получаем вау вопросов. И Валерий Валерьевич к вам уже, и Марина Викторовна к вам, и Сергей Кинцаримович к вам тоже. Поэтому, да, вопросов будет очень много. А я, чтобы не затягивать, передаю слово Ирине Александровне, которая коснется вопросов антиагрегантной терапии, по которой тоже очень много вопросов, в том числе в реабилитации больных с COVID-19. Пожалуйста, вам слово. Уважаемые коллеги, всем добрый день. Я благодарю организаторов за возможность выступить на столь значимое мероприятие. На самом деле, однозначного ответа по аспирину на сегодняшний день у пациентов с COVID-19 мы не знаем, но мне хотелось бы предоставить вам некоторые данные, некоторые размышления, которые в дальнейшем нам наверняка помогут. Итак, я хочу начать с того, что система гемостаза и иммунозащиты на сегодняшний день в понимании концепции, которая изложена во многих сегодняшних наших представлениях, концепция иммунотромбоза, эти две системы, они максимально сопряжены. И последние именно десятилетия вот этой концепции иммунотромбоза, новое видение, в том числе и сегодняшняя ситуация, обсуждается достаточно часто. И в этой концепции совершенно очевидно становится важная роль тромбоцитов в иммуном ответе. Мы, как правило, тромбоциты не обсуждаем с точки зрения их иммуноактивности, а тем не менее достаточно много работ этому посвящено. Изначально тромбоциты, мы с вами помним, они были открыты и определены их функцией как опосредованная активация системы свертывания и рекрутирования дополнительных тромбоцитов для остановки кровопотери при травмах. Прошло достаточно много времени и появились данные в 90-х годах, когда нежелательная активация тромбоцитов возникает в ответ на внутренние повреждения, повреждения эндотелиальной поверхности сосудов или разрыва атеросклеротической бляшки. А сегодня мы знаем, что тромбоциты модулируют воспалительные и иммунные реакции. И это модулирование происходит путем прямого взаимодействия с лейкоцитами, эндотелиальными клетками, что способствует высвобождению растворимых медиаторов воспаления, которые усиливают рекрутирование лейкоцитов и запускают их активацию. Это очень важный момент в понимании именно иммунотромбоза, который сейчас обсуждается. Более того, тромбоциты экспрессируют поверхностные рецепторы, что позволяет им взаимодействовать непосредственно с несколькими ботогенами. Они экспрессируют так называемые FC-рецепторы, с помощью которых они могут самостоятельно распознавать иммунокомплексы. Вот это одна из очень симпатичных работ, которая была опубликована в 2014 году. Она называется «Тромбоциты инфекция. Новая роль тромбоцита в вирусной инфекции». Нас разделяют практически пять лет от этой работы и сегодняшнего понимания вклада тромбоцитов, обсуждения в рамках вирусной инфекции. Так вот, авторами этой работы заимствованы у этих авторов слайд, вернее, картинка, которые говорят, что рецепторы тромбоцитов для вирусов определены. Тромбоциты и вирусы могут напрямую взаимодействовать через множество поверхностных рецепторов. Они определены для ротовирусов, для хантавирусов, для вирусов коксаки, для ВИЧ и для многих других. Эти рецепторы известны на поверхности тромбоцитов. Именно активация тромбоцитов происходит не только в ответ на повреждения и не ограничивается только процессами гемостаза, но и модулирует саму реакцию хозяина и выживаемость самого вируса. При проведении антитромбоцитарной терапии, то, что сейчас тоже обсуждается, в том числе у пациентов с COVID-19, следует учитывать потенциальные иммуномодулирующие эффекты. Что мы с вами видим при COVID-19, это, безусловно, сегодня неоднократно обсуждалось в рамках мероприятия. Вирусопосредованное повреждение нескольких органов, главным образом дыхательных путей, с активацией иммунного ответа, с высвобождением провоспалительных цитокинов, гиперактивацией каскада свертывания и агрегацией тромбоцитов, которые в обязательном порядке происходят в процессе каскада свертывания, приводящих к макро- и микрососудистому тромбозу как основным патологическим компонентам COVID-19. Что хочется сказать в отношении лекарственных стратегий? Те эмпирические, мультилекарственные терапевтические подходы к лечению COVID-19 в настоящее время используются с крайне неопределенными исходами. И многие тестируются в клинических испытаниях, что было показано и в течение сегодняшнего нашего симпозиума. То есть те исходы, которые мы ожидаем от той терапии, которую используем, они неоднозначны и неочевидны. Тем не менее, целый ряд тромбоцитических осложнений, сегодня мы это понимаем, достаточно с высокой частотой возникают у пациентов с COVID-19. Причем мы имеем возможность наблюдать пациентов на амбулаторном этапе, а все больше и больше их остается именно на амбулаторном этапе с подтвержденным COVID-19, потому что в силу разных обстоятельств приходится оказывать им помощь, и у них тоже формируются те или иные тромбоцитические осложнения в более позднем периоде. Тромбоцитопении, повышение продукции распада фибрины, изменение показателей АЧТВ, венозной тромбоэмболии, диссиминированное внутрисосудистое свертывание или ДВС-подобный синдром, потому что мы понимаем, что как была патия при COVID-19, это не в чистом виде ДВС, но тем не менее мы это можем наблюдать. Но, уважаемые коллеги, ведь те изменения, которые происходят, они не только при COVID-19. Еще работы 2014 года при изучении вирусных инфекций было показано, что они сопровождаются активацией, агрегацией тромбоцитов и приводят к потреблению тромбоцитов и тромбоцитопении. Более того, инвитро во время SARS-CoV, это работа 2012 года, задокументирована избыточная экспрессия определенных генов, в том числе толп подобных рецепторов, которые строго вовлечены именно в агрегацию тромбоцитов. Сегодняшнее обсуждение и сердечно-сосудистыми заболеваниями, коморбидных больных, оно связано с тем, что именно эта группа пациентов, они подвержены наибольшим рискам развития летальных исходов на фоне COVID-19. И на данном слайде мы видим, чем больше коморбидность, чем выше тропонины, в частности, хотя тропонины отражают не только повреждения миокарда, в данном случае, тем выше риски развития смертельных событий. Обсуждается вся группа лекарственных препаратов, влияющие на прогноз пациентов, в частности, с ишемической болезнью сердца, и в том числе в наших клинических рекомендациях. Антитромботическая терапия, гиполепидемическая, ингибитор АПФ, бета-блокаторы, гипогликемическая терапия у пациентов с сахарным диабетом, для которых мы понимаем наиболее актуально в связи с тяжестью состояния. Но мне хочется остановиться на ацетилсалициловой кислоте. И работа 2020 года, вы здесь видите, она опубликована, представлена коллегами, которые констатируют те возможности ацетилсалициловой кислоты, для обсуждения эти возможности, конечно. Тем не менее, эта работа проговаривает то, что, да, мы знаем, что АСК обладает противовоспалительными и антитромботическими эффектами. Более того, применение АСК у пациентов с различными типами инфекций было связано со снижением тромбовоспалений и снижением частоты клинических осложнений и госпитальной смерти, что было показано в ранее проводимых исследованиях. Все эти эффекты АСК, сами по себе, которые здесь у меня выведены на слайде, они известны нам еще со студенческой, да, скамьи, с изучения фармакологии. Тем не менее, на сегодняшний день, помимо тех классических эффектов АСК, когда мы говорим об ингибировании простагландинов, о синтезе тромбоксана путем необратимой иноксивации СОК-1 и СОК-2, дополнительные механизмы, которые сегодня обсуждаются, это достаточно интересно, потому что у АСК выявлены непосредственно эффекты, влияющие на модуляцию ядерного фактора КАПО-БИ, регуляцию индуцибельной синтеза оксида азота, расщепление окислительного, участие в расщеплении окислительного фосфорилирования и повышение проницаемости митохондрии, уменьшение проницаемости митохондрии. И возвращаясь вот к этой работе, которая опубликована по АСК у пациентов с COVID-19, мне хочется вам продемонстрировать вот опять же, вот это очень интересный рисунок, где видно, что при изменении конформации тромбоцитов, а мы знаем, что тромбоциты очень подвижная клетка в случае возникновения тех или иных событий, активированные тромбоциты изменяют свою форму, активированные тромбоциты начинают высвобождать свои альфа-гранулы, которые содержат совершенно разные регуляторные белки в том числе. И с одной стороны они регулируют коагуляцию, это нам хорошо известно, но с другой стороны они начинают рекрутировать лейкоциты. Более того, они влияют на лимфоциты, моноциты, нейтрофилы, и активация тромбоцитов приводит к экспрессии высвобождению целых рядом белков, которые обеспечивают прямое взаимодействие между тромбоцитами и лейкоцитами, усиливая образование герминальных центров и выработку противовирусных иммуноглобулинах G. Тромбоциты вызывают дифференцировку Т-лимфоцитов и цитотоксичность, а также обеспечивают или не обеспечивают выживаемость и дифференцировку моноцитов. В нейтрофилах адгезия тромбоцитов усиливает фагоцитоз, более того, именно активация тромбоцитов приводит к взаимодействию и активации дальнейших тромбоцитов и запускает уже массивную агрегацию и усиливает все вышеописанные эффекты. То есть на сегодняшний день включенность тромбоцитов в процесс иммуно-тромбообразования совершенно очевиден. Если мы говорим о вообще когулопатиях при COVID-19, о тех первых работах от наших китайских коллег, которые нам сообщили об этой когулопатии, то хочется сказать, что и венозный тромбоэмболий, и артериальные тромбозы имеют чрезвычайно высокую частоту встречаемости именно у госпитализированных пациентов с тяжелой коморбидной патологией. Что касается пациентов более легких, например, на амбулаторном этапе, там тоже имеет место процесс тромбообразования, как правило, процесс микротромбообразования, который клинически может до определенного времени ничем не проявляться. Тем не менее, достаточно часто обнаруживаются признаки повреждения миокарда, вероятно, обусловленного сочетанием прямого вируса опосредованного и непрямого иммуноопосредованного повреждения кардиомиоцитов. И вот эта вот летальность, которая в целом в популяции составляет около 2%, у пациентов с артериальной гипертензией, с сахарным диабетом, совершенно высоких цифр достигает, и чем больше нагружен пациент о коморбидной патологии, тем выше в популяции, конечно, будет наблюдаться летальных исходов. Чем это обусловлено? Те высокие риски у пациентов, в первую очередь, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они обусловлены до компенсации вследствие несоответствия тех возросших метаболических потребностей и снижения сердечного резерва. Очень высоким риском вследствие разрыва от расфлеротической бляшки при вирус-индуцированном воспаления у пациентов с сердечной недостаточностью и ЭБС, даже если эти пациенты переносят COVID-19 в легкой форме. Более того, риск тромботических осложнений вследствие прокоагулянтного эффекта и формирования протромбогенного статуса, который уже изначально имеет место у этих пациентов с ишемической болезнью сердца, обуславливает использование и антиагрегантной, и антикоагулянтной терапии, и это может, конечно, способствовать снижению рисков. Развитие полиорганной недостаточности вероятно опосредовано провоспалительным цитокиновым ответом при вирусных инфекциях. И в подтверждение моих слов то, что АСК сегодня обсуждается, я хочу представить вам работы, которые были проведены ранее. Целый ряд работ, их гораздо больше у пациентов с различными инфекционными заболеваниями, в том числе у пациентов с цитомигаловирусной инфекцией, у пациентов с ветряной оспой, у пациентов с ВИЧ-инфекцией, у пациентов с гепатитами С. И достаточно в этих работах показаны эффекты АСК в отношении снижения воспалительных моментов. Более того, на сегодняшний день представлено вот в этой таблице несколько исследований, которые ведутся по различным дозам. Здесь представлены различные дозы АСК у пациентов с COVID-19. Конечно, эти исследования еще не завершены. Там рекрутировано достаточно большое количество пациентов. Мы посмотрим, какие дозы будут рекомендованы и в какие периоды у данных пациентов, в том числе на фоне антикоагулянтной терапии, возможно ли совмещение двух этих лекарственных препаратов. Но то, что сегодня необходимо, в том числе и защитить пациентов, у которых COVID-19 ассоциировано с сердечно-сосудистой патологией, заболеваемостью, совершенно очевидно. Посмотрите, пожалуйста, вот эта работа наших итальянских коллег, которые представили те клинические прогнозы, которые ожидают пациентов с COVID-19. На первом месте по наибольшей частоте умерших пациентов среди всей популяции, 15% от выборки, это пациенты с шимической болезнью сердца, с фибрилляцией предсердия, высокая частота летальных исходов. И что же в такой ситуации мы можем предпринять, особенно у пациентов, еще раз повторяю, которые не перешли на этап госпитализации. Те пациенты, которые в большей степени, а это более, наверное, 60%, может быть, по некоторым регионам чуть даже больше, лечатся амбулаторно. В какой степени мы можем защитить их от развития негативных событий впоследствии после перенесенной COVID-19? Конечно, обсуждений достаточно много, но мнение экспертов сходится в одном на сегодняшний день, что касается АСК, что прекращение постоянной терапии препаратом АСК в низких дозах у пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, сопутствующих сердечно-сосудистыми заболеваниями, не имеет научного обоснования и может быть опасно в связи с повышением риска сердечно-сосудистых осложнений. Да, мы можем говорить о том, что присоединение дополнительных лекарственных препаратов может увеличить риски развития желудочно-кишечных осложнений, особенно когда речь идет «давайте увеличим дозы АСК». Но, тем не менее, посмотрите, конечно же, те основные осложнения, которые связаны, это имеет место, когда развиваются у пациента и жога, тошнота или те или иные признаки кровотечения. Здесь очень важно выбрать именно тот препарат, который минимизирует вот эти побочные эффекты, я имею в виду АСК, никоим образом не отказываться от приема данного лекарственного препарата. В первую очередь, это кишечно-растворимые формы, кишечно-растворимая оболочка способствует снижению риска повреждения слизистой желудка. Я думаю, что, уважаемые коллеги, аудитория столь профессиональна, что не стоит даже на этом останавливать ваше внимание. Но, тем не менее, именно кишечно-растворимая форма позволяет избежать тех негативных последствий на уровне именно желудка, которые мы можем ожидать у пациентов, начинающих принимать много лекарственных препаратов. Все исследования, которые проводят, проведены, в частности, по кишечно-растворимой форме аспирина, это аспирин кардио, показывают, что именно кишечно-растворимая форма по сравнению с другими формами максимально защищает и желудок, и 12-перстную кишку. Более того, в сравнении с другими лекарственными средствами аспирин кардио, здесь вы видите кардиомагнил, тромбоаз, эта работа, которая была опубликована в журнале «Кардиология» в 2017 году, показала достаточно высокую, хорошую переносимость, в том числе на фоне нескольких лекарственных препаратов в плане развития нежелательных побочных эффектов у пациентов, которые принимают аспирин кардио. И заканчивая свое выступление, может быть неоднозначным ответом на поставленный вопрос, я хочу продемонстрировать российский кардиологический журнал и руководство по диагностике и лечению болезни системы кровообращения в контексте пандемии COVID-19. И посмотрите, пожалуйста, что сказали наши отечественные эксперты, что продолжить прием всех рекомендованных препаратов с особым вниманием к терапии, стабилизирующей бляшку, это статьи, на аспириноблокаторы раз, бета-адреноблокаторы. Могут быть разные, конечно же, сомнительные моменты, в том числе ипостатина по их влиянию на выживаемость. Речь идет не об этом, не в период именно COVID-19, а в период COVID-19 все-таки у большинства пациентов закончится. Есть длительный период продолжения их жизни, и это продолжение должно быть с хорошим качеством. Пациентам любого возраста, принимающих ацетилсалицилу кислоту в низких дозах при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, следует продолжить прием. И вот этот момент, который я сегодня хотела представить, необходимости, в том числе влияния на тромбоциты, а АСК, как никакой другой препарат, является антиагрегантным препаратом, мне хотелось бы его отметить, может быть, для обсуждения, для каких-то комментариев, но тем не менее, мне кажется, это очень важно. Благодарю за внимание. Ирина Александровна, огромное спасибо за ваш доклад. Действительно, по применению антиагрегантов, целям применения, тактики применения, существует огромное количество вопросов, и на самом деле они поступали, пока вы читали лекцию, и на многие из них вы ответили. К счастью, у нас сформировалось время для проведения сессии вопрос-ответ, и на самом деле в таком симпозиуме, посвященном ковид-19, это невозможно не сделать. Я попрошу всех докладчиков включить свои камеры, чтобы мы могли вывести вас на большой экран. И да, огромное спасибо еще раз за возможность принять участие в этом симпозиуме. И мне бы хотелось перейти, наверное, к сессии вопрос-ответ и начать с огромного, просто шквала вопросов, Сергей Кенцаримович, которые поступили к вам. Это и о применении левилумаба, это и о применении с саллирумаба. И, конечно же, это, ну давайте, наверное, с них начнем. Саллирумаб, вы упоминали его в своей лекции, и левилумаб. Да, Александр Григорьевич, это действительно препараты, которые с точки зрения патогенеза вроде как выглядят очень привлекательно. Это анти-Л6 препараты, но в отношении с саллирумабом мы на сегодняшний день, и я уже оговорился, точно знаем, что никаких эффектов в отношении тяжелого течения ковида мы значимых не получаем, а компания-производитель досрочно прекратила исследования в отношении этого препарата. В отношении левилумаба, понимаете, нельзя говорить о некой класс специфичности. левилумаб, тоцелизумаб, как анти-Л6 препарат, как я уже сказал, некие надежды подают, хотя тоже не все однозначно. Левилумаб, еще один анти-Л6 препарат, отечественная разработка, компания Биокат, но, несмотря на одинаковость механизма действия, нельзя автоматически переносить удача или неудача одной молекулы на другую. Левилумаб, это другой путь ведения, другая биодоступность, другие возможные эффекты. Очень ждем результатов клинических исследований, но пока однозначного ответа об эффективности и безопасности применения левилумаба нет. Единственное, во что мы, так сказать, в чем мы уверены на сегодняшний день, это то, что глюкокортикостероиды, в частности дексаметазон, работают в отношении твердой конечной точки и уменьшают летальность при тяжелой форме. COVID-19. Вот это мы на сегодняшний день точно знаем. Все остальное требует, конечно, дальнейшего изучения. Да, гормоны, кстати, являются причиной множества вопросов по брадикардии, которые поступили. Вероятнее всего, это следствие массивного назначения гормонов, то, чего раньше не было. Сергей Кенцаримович, а еще вопрос по применению колхицина. Доступный, простой, может ли он быть использован у этих пациентов и есть ли какой-то опыт, накопленный по этому поводу? Понимаете, это вот примерно из той же оперы, что и все остальное, когда мы начинаем использовать антиальдостероновые препараты, препараты, влияющие на обмен интерлейкинов или других цитокинов, когда мы начинаем использовать препараты, влияющие на методические функции. Да, у колхицина есть определенное влияние на иммуносупрессию, иммуносупрессивное действие. Да, какие-то небольшие работы, посвященные изучению эффективности колхицина, комплектовались, но адекватно организованного исследования в отношении изучения эффективности безопасности колхицина при COVID-19 нет, и давать однозначные рекомендации о необходимости его использования, конечно, на сегодняшний день мы не можем, и этот вопрос точно так же требует дополнительного изучения. Марина Викторовна, вопрос к вам. На самом деле несколько вопросов об особенностях поражения легких. Мы хорошо знаем, что некоторые пациенты реагируют высокой температурой, ярким цитокиновым штормом, и здесь понятно, что легкое поражается активно из-за счет коагуляционного и воспалительного компонента. Но если мы говорим о пациентах, болеющих с низкой температурой или с нормальной температурой, знаем ли мы что-нибудь об особенностях ведения таких больных? Спасибо за вопрос. Мы знаем, что есть клиника слабо выраженная, не бывает лихорадки, а бывают изменения на компьютерной томографии. Но, как правило, все-таки когда клинически у пациента имеется легкое течение, то объем поражения легочной ткани, как правило, невысокий. поэтому все-таки пациентов, которых мы должны опираться на клиническую симптоматику в большей степени, и она нас должна настораживать, если мы видим высокую лихорадку у пациента. А вот по поводу легкой клинической симптоматики, да, мы лечим такого пациента, но здесь вот что важно отметить, если у пациента, несмотря на невыраженные симптомы есть поражение легких, мы тоже должны назначить антикоагулянтную терапию таким пациентам. А так, терапия в легкой форме по рекомендациям. Да, я присоединюсь к ответу на этот вопрос, потому что мне поступил вопрос о назначении антикоагулянтов у пациентов, болеющих в легкой форме и у пациентов, болеющих на амбулаторных условиях. Таких официальных показаний нет. Мы можем ориентироваться off-label на назначение на амбулаторных условиях этим пациентам антикоагулянтной терапии. Мы должны понимать, что существует определенный риск, но если спрашивать мою персональную позицию, то если пациент болеет с факторами риска, тромботических осложнений, без разговоров я бы назначил, даже несмотря на очень легкое течение заболевания у этого пациента. Хотя, конечно, здесь решение должно приниматься индивидуально. Валерий Валерьевич, к вам поступило два принципиальных блока вопросов. Первый – ожидаемый. Может ли человек с уже сформировавшимся высоким титром и GG заболеть повторно? Хороший вопрос. На сегодняшний день вот такую градацию, которую выбрали мы от 80, считать, высокотетражные иммуноглобулины, мы пока что не встречали повторным заболевания. Однако, вот лично я уже несколько раз видел пациентов, у которых были уже иммуноглобулины с 40 единицами на миллилитр, 50 единиц на миллилитр. И вот они повторно достаточно, ну, в легкой форме, скажем так, но повторно заражались. Последующий титр у них просто нарастал и люди хорошо себя чувствовали. Но вот такое встречается. С высоким, то есть у людей, у которых уже был сформирован иммунитет более 80, мы пока что не встречали. То есть говорить о протективной функции все-таки можно, и как раз вы ответили на вопрос, который волновал многих моих коллег, кто переболел, и у кого, скажем, ИГЖ поднимались до 120, потом планомерно постепенно снижались и вдруг резко выстреливали назад до 160, например. Но очевидно, что мы имеем дело с повторным контактом с вирусом, и, вероятно, болезнь либо не была замечена вообще, либо протекла в очень легкой форме. И второй вопрос. Не очень понятна ситуация с ИГМ, с иммуноглобулинами М. Существует много пациентов, у которых единожды поднявшись, повышенный титр сохраняется на протяжении нескольких месяцев. А здесь приводится пример даже пациента, у которого ИГМ держится на уровне 10, так же, как и иммуноглобулины G уже несколько месяцев. Вот в чем особенность таких пациентов? Почему ИГМ не снижается? Понимаете, в чем, скажем так, сложность определения иммуноглобулина М в том, что его афинность и овидность очень низкая относительно G. И, допустим, определить его достоверно, стопроцентно, вызывает, скажем так, определенную сложность. Кроме того, долгая продолжительность иммуноглобулина М может быть обусловлена какими-то перекрестными реакциями. то есть у нас по нашим реагентам, на которых мы работаем, в мануале, скажем так, производитель уже говорит о том, что бывают перекрестные реагенты с теми или иными заболеваниями, то есть с первым ковидом, просто которые сезонные коронавирусы у нас бывают. То есть это не исключает такой ситуации. Максимально, сколько мы видели и отслеживали пациентов с иммуноглобулина М, это полтора месяца. Но на протяжении этих полутора месяцев мы прямо обследовали пациента с начала симптомов и до выздоровления. То есть мы наблюдали сначала увеличение иммуноглобулина М, потом снижение, но вот этот большой промежуток выявления иммуноглобулина М по большей части обусловлен сложностью диагностики, именно специфичной диагностики этого антитела. И третий последний вопрос к вам, Валерий Валерьевич, это почему сформирована определенная группа пациентов, которые, несмотря на тяжелое течение болезни, вообще, получается, не дают какого-то иммунного ответа, либо он очень-очень слабый, вне зависимости от возраста. Это особенности иммунной системы, не способной сформировать подобный иммунный ответ с подъемом иммуноглобулинов М и G, или какая-то еще причина? На текущий момент у нас есть на нашей практике 5 таких пациентов, мы их отслеживаем, но мы пытаемся со всех сторон подойти к изучению их иммунной системы, почему мы не можем поймать их иммуноглобулины. Возможно, это списать на то, что либо наша тест-система не может найти именно тот протективный иммунный ответ этого пациента, либо какая-то специфическая реакция организма, может быть, если можно встречный вопрос, все зависит от пациентов и от тяжести пациента. Есть пациенты, которые с положительным мазком на COVID, который несколько раз у них появлялся, но антитела они так и не получили, легкая степень была заболевания. У них, если антитела не появляются, можно списать на то, что их клеточный иммунитет достаточно хорош. И это настолько быстро работает, что мы не можем поймать именно порог антител, когда мы определяем положительный либо отрицательный, то есть он где-то либо чуть ниже ходит в этой серой зоне. Если тяжелые пациенты, там уже скорее всего либо проблемы глобальные с иммунитетом, то есть уже настолько тяжелая стадия заболевания, что просто клетки уже не способны продуцировать такое количество тел. Спасибо большое. Мы как раз с Мариной Викторовной недавно обсуждали подобного пациента, несмотря на тяжелую болезнь с невысоким подъемом титра антител. И да, клеточный иммунитет вероятно играет роль, но тесты на клеточную напряженность клеточного иммунитета он пока недоступен или доступен только в рамках научных исследований. Поэтому здесь мы ничего, к сожалению, сказать не можем. Однако мы все знаем, что есть люди, которые упорно не заболевают или заболевание протекает в очень легкой форме без подъема, без формирования ответа в виде иммуноглобулинов G и M. Это тоже отдельная группа заслуживающего дальнейшего изучения, но я перехожу к следующему вопросу. Ирина Александровна, множество вопросов. Больной не получал антиагрегантную терапию, но больной переболел ковидом. Должен ли быть назначен обязательно антиагрегант, как и антикоагулянт на период 30-50 дней после выписки? Или мы можем обойтись без подобного назначения, если мы говорим о пациенте без факторов риска? Ну, скажем, молодой пациент. Уважаемые коллеги, вопросы антиагрегантной антикоагулянтной терапии пациента с ковид-19 на самом деле достаточно сложны. Уже было сказано, что пациенты индивидуальны. И что такое перевалиша ковид-19? В легкой, тяжелой форме он был госпитализирован, какой объем поражения? Я считаю, что в любом случае антитромботическая терапия должна иметь место быть в периоде после заболевания у пациента. Что это будет? Выбор антикоагулянта и антиагреганта зависит непосредственно от пациента. В любом случае, назначая антикоагулянта, это тоже будет назначение оффлейбл, антиагреганта, это тоже будет назначение оффлейбл, если у пациента нет факторов риска. Но мы вынуждены работать в таких условиях. И если у пациента, а если это пациент с легким течением на амбулаторном этапе, то ограничиться антиагрегантной терапией, на мой взгляд, возможно. Я показала те моменты по АСК, влияние на тромбоциты, а ведь тромбоцитарный гемостаз занимает значимое место в развитии вот как гулопатии при ковид-19. Большое спасибо. Сейчас я еще задам несколько вопросов. Тут вопрос поступил мне касательно терапии варфарином. Больной на терапии варфарином, больной госпитализируется с КТ-2,3, надо ли переводить на гепарины? С моей точки зрения и стандарт, которого мы придерживаемся, все, кто выше второй степени по КТ, скорее всего, должны быть переведены на низкомолекулярные гепарины с последующим возвращением на ту терапию антикоагулянтами, если они уже получали, которую они, ну, собственно, которую они и получали, извините за тавтологию. И есть несколько вопросов, два прицельного вопроса, по которым я попрошу высказаться всех экспертов. Это вопросы назначения гидроксихлорохина и вопросы назначения, такой болезненный вопрос, и вопросы назначения антибактериальной терапии. Я отвечу первым, на первую очередь начну с антибиотиков, и, на мой взгляд, назначение огульное, повальное всех с постоянной сменой антибактериальной терапии полностью не оправдано. Мы четко понимаем, что есть вирусно-бактериальная ассоциация, мы четко понимаем, что есть критерии в развитии бактериальной инфекции, лейкоцитоз, прокальзотониновый тест, еще какие-то врастущие, ненормально высокие значения цирреактивного белка, которые мы не можем объяснить, но просто так назначать абсолютно всем пациентам антибактериальную терапию, на мой взгляд, некорректно. Плюс мы не отслеживаем эффекты. Например, COVID-19, назначение класса макролидов, пациент переносит тяжелое ОПП, что при этом макролид становится невозможным для продолжения терапии, но от скорости кубочков фильтрации, например, на дому, мы отслеживать не можем. Я попрошу всех экспертов кратко дать свою позицию по такому, наверное, повсеместному назначению. Я сейчас не говорю про реанимационные отделения, где действительно развиваются деструктивные пневмонии, мы все знаем об этих историях. Антибиотики на амбулаторном этапе. Наверное, Марина Викторовна, как пульмонолога, я попрошу высказаться вас первую. Спасибо. Да, вопрос очень актуальный. На самом деле, бесконтрольное применение антибактериальных препаратов. Мы четко понимаем, что это вирусная инфекция, и начинать лечение коронавирусной инфекцией с антибиотика не нужно. И только определенные критерии, которые мы должны выявлять у пациентов, являются критериями для назначения антибиотика. Александр Григорьевич уже частично сказал, если пациент лихорадит больше пяти дней, мы уже должны задуматься о возможном присоединении бактериальной инфекции. Вторая волна лихорадки, допустим, он перестал лихорадить или снизилась температура, потом он опять дал фибрильную температуру. Появление гнойной мокроты. Лабораторные критерии. И прокальцитонин тут основной, наверное, все-таки маркер, по которому мы ориентируемся, потому что циреактивный белок может повышаться и как маркер цитокинового шторма у этих пациентов. Что касается азитромицина, который сейчас вот с первых же дней мгновенно назначается пациентом, как только видит доктор высокую лихорадку, и пациента сразу же назначается азитромицин. Азитромицин идет в схеме театропной терапии в сочетании с гидроксихлорахином. Эта схема у нас остается остается в клинических рекомендациях. Смысл назначать с первых дней сразу же азитромицин как антибактериальный препарат, собственно, нет смысла, как и театропный препарат. Так у нас схема только в сочетании с гидроксихлорахином. Мы потом не должны забывать с вами о росте резистентности к макролидам. И сейчас мы это знаем, что практически, ну, правда, в зависимости от регионов разных, да, практически около 30% резистентных штаммов пневмокока к макролидам. Поэтому это, конечно, не обоснованное назначение. Спасибо большое. Сергей Кенцаримович с позиции клинического фармаколога. Александр Григорьевич, я полностью согласен с тем, что лечение вирусной инфекцией антибиотиками – это безумие. К сожалению, сейчас какая-то вакханалия просто в врачебных назначениях, плохо контролируемая. В тех клиниках, в которых мы работаем, пытаемся сдержать происходящее. Но, на самом деле, то, что я слышу от коллег, действительно вызывает просто совершенно выраженные объемные негативные эмоции, потому что назначать антибиотики с первых дней при COVID-19 – это просто, во-первых, лишняя лекарственная нагрузка, во-вторых, риски развития нежелательных лекарственных реакций, и, в-третьих, это просто неоправданные материальные затраты системы здравоохранения, что, в общем, в наших тяжелых условиях только углубляет ситуацию. В отношении гидроксиклорохина сложно, на самом деле, комментировать то, что происходит, потому что позиция экспертов ВОЗ, в общем, была достаточно однозначна в отношении этой схемы терапии. Я так понимаю, что мы зачастую просто цепляемся за какие-то соломинки, которые, надеемся, хоть что-то нам дадут в этой тяжелой ситуации. Спасибо большое. Ирина Александровна, Ваша позиция. Я, Сергей Кислоевич, полностью согласен. И по вопросу гидроксиклорохина мне даже видится некоторая ригидность, и, возможно, эти изменения произойдут в самом ближайшем будущем. Ирина Александровна? Уважаемые коллеги, мое мнение абсолютно совпадает с предыдущими докладчиками. Я хочу сказать, что ситуация по антибактериальным препаратам на сегодняшний день вышла из-под управления. Я имею в виду то, что именно на амбулаторном этапе легким пациентам практически нет ни одного больного, я могу сказать, не только за свой регион, но и за многие другие, кому не назначается именно комплексная антибактериальная терапия. Никто не ограничивается даже одним азитромицином. Как правило, левофлоксоцин, цептриаксон и так далее. Это, конечно же, не только ведет к резистентности, с той проблемой, с которой мы скоро столкнемся, потому что после вирусной инфекции в популяции всегда будет рост бактериальный. Но еще и кардиотоксичность, тот эффект именно антибактериальной терапии, которую сейчас мы не отслеживаем, мы не имеем возможности в виду массовости поражения пациентов отслеживать кардиотоксичность. Мы знаем эффекты и азитромицина в отношении, в том числе влияния на интервал КУТЭ. И то, что мы получим с пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями, я думаю, что будет крайне неблагоприятным. Поэтому мой призыв к сообществу врачебному как-то одуматься и остановиться вот в этом безудержном назначении антибактериальных препаратов. Что касается противомалярийных препаратов, на сегодняшний день эксперты ВОЗ сказали однозначно, что у них не доказательная база, они не продемонстрировали эффекты, и противомалярийные препараты никаким образом не сдерживают тот цитокиновый шторм и не влияют непосредственно на вообще репликацию вируса в организме. Полностью солидарен с вами. Лично я видел всего двух пациентов, у которых после гидроксихлорохина произошло какой-то ответ, какое-то снижение температуры. И не факт, что это было связано с гидроксихлорохином. И, Валерий Валерьевич, Ваша позиция, ну, наверное, с позиции иммунолога в том числе, насколько это оправдано? Касательно антибиотикотерапии, ну, я бы сказал, что у нас есть основной маркер на сегодняшний день, да, прокальцитанин, который мы будем использовать для назначения антибиотикотерапии. Если вы видите, что этот показатель у нас не растет, то целесообразности просто назначения нету. Поэтому, либо вы видите высокий уровень прокальцитанина, и тогда, конечно, назначаете, но в другой ситуации это не имеет смысла, а приведет только к худшему, о чем говорили ранее коллеги. По поводу гидроксихлорохина, ну, насколько мне известно, в восьмых рекомендациях он еще сохранен, так как где-то он получил, скажем так, положительные отзывы о своем применении, но все побочные эффекты и, скажем так, лишняя терапевтическая нагрузка никому не нужна. То есть, если мы его применяем, то применяем только при уже тяжелых ситуациях, когда других вариантов у нас нет. Спасибо большое. Спасибо большое за вашу позицию. Огромное спасибо, пока мы готовимся уже к завершению. Есть буквально пара легких вопросов, которых я коснусь. Я попрошу студию подготовиться к запуску клипа, потому что мы завершаем сегодняшний день, сегодняшнюю конференцию и завершаем сегодняшним симпозиумом по COVID-19. Я хочу высказать огромную благодарность экспертам. Я хочу высказать огромнейшую благодарность всем тем специалистам, которые работают в красной зоне. Я хочу сказать, что только сообщими усилиями мы сможем справиться с этой ситуацией. И пока у нас есть буквально две минуты, я отвечу. Тут было очень много вопросов, которыми я позволил себе не утруждать экспертов. Это вопросы назначения витамина D, вопросы назначения витамина С и так далее. Действительно есть китайское исследование, действительно есть китайское исследование, которое показало, что очень высокие дозы витамина С, вводимого внутривенно, могут влиять. Но это маленькое исследование, и у него нет реально большой доказательной до базы. Плюс дозы витамина С, которые там вводились, превышали 12 грамм. Это чудовищно высокие дозы. Второе касательно витамина D. Действительно есть серия исследований, показывающих, что люди, более молодые люди, обычно, с высокими уровнями витамина D выше 50 легче переносили заболевания. Но нет ни одного исследования, которое сказало о том, что старт терапии витамином D на фоне COVID-19 приведёт к улучшению прогноза. И ещё раз я вернусь. Скажу огромное спасибо всем нашим слушателям, огромное спасибо экспертам. И завершая этот симпозиум, я хочу завершить его тем самым добрым и внушающим надежду клипом, который на сегодняшний день, ну, наверное, объединил и сплотил всю медицину. Я прошу обратить внимание на экран. Всего доброго, до завтра. Банкнот Только готовность помочь Всех летам Нас вспоминают, когда Беда Беда Снова работаем Снова работаем Снова заботою Снова идём К нашим больным В красную зону держать оборону День простоим Ночь простоим Сутки без роздыха И нету воздуха Давят очки И рот И рот пересох Но ты же знаешь Зато Тебе с небес Улыбается Бог З West Слились Работа И сон Свой Из Слились Работа И сон Свой И вот, 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 дух нашего червы опять зовет, зовет. Снова работаем, снова заботаем, Снова идем к нашим больным. В красную зону держать оборону, День простоит, но ночь простоит. Зубки без роздыха, и нету воздуха, давят очки, И рот пересох, но мы же знаем с тобой, Что нам с небес улыбается Бог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всюду со смертью идет война, В каждой победе своя цена. В наших сражениях всего трудней, Что мы теряем коллег, друзей. И снова кажется, что смерть скуражится, Выговорят кого-то из нас. Дом свой, вспомнив он вдруг по наклонной, Тихо угас, тихо угас. Горя прибавится, что нам останется, Лишь третий тост, натягивственный вздох. Мы точно знаем, что в них, там в небесах, Улыбается Бог. Мы точно знаем, что в них, там в небесах, Улыбается Бог. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»